На мысе Канаверал. Пуск. Взлет. Военно-воздушные силы США запускают ракету-носитель Титан-4 со спутником-шпионом Меркурия стоимостью в миллиард долларов. Ракета взлетает в небо со скоростью 300 метров в секунду, пока не случается крупный сбой. Тонны пылающих обломков покрывают окрестности. Сразу после взлета короткое замыкание вывело из строя систему наведения, в результате чего ракета отклонилась от курса. Оператору отдали команду о самоуничтожении. На высоте 5000 метров Титан-4 взорвался. При взрыве никто не пострадал, но финансовый урон был огромен. Один и три десятых миллиарда долларов. Катастрофы на мысе Канаверал происходят не слишком часто, но уж если бывают, очень зрелищны. 6 декабря 1957 года Соединенные Штаты пытаются нагнать Советский Союз в космической гонке. Те уже запустили спутник, первый аппарат на орбите Земли. В ответ США создают ракету «Вэнгард», чтобы вывести в космос свой первый спутник. Аппарат диаметром 16,5 сантиметров разработан для сбора данных о верхних слоях атмосферы. Ученые политики надеются, что успешный запуск откроет для США новую эру исследований. 4, 3, 2, 1, старт. Ракета стартует, и платформа охвачена пламенем и дымом. Но всего 2 секунды спустя после подъема случается катастрофа. Ракета теряет мощность и падает на платформу. Топливные баки разрушаются, заливая стартовую площадку мощным горючим. Топливо взрывается с огромной силой. Стартовая платформа разрушена, а куски ракеты взлетают в воздух на сотни метров. Расследование обнаружило низкое давление в топливном баке и крохотную течку в камере сгорания ракеты, которая привела к потере мощности. Ракета сумела подняться всего на метр, прежде чем рухнуть обратно на землю. Три месяца спустя Соединенные Штаты успешно вступили в космическую гонку благодаря спутнику «Эксплорер-1». Тот успех вместе с последующими достижениями вывел Америку в авангард освоения космоса. Субтитры создавал DimaTorzok